Я не знаю, что с этим интернетом. Че с пионерской? Я просто хотел ответить на сообщение в Вайбере, а оно не ответилось. А вы все вырубились почему-то, прикиньте, короче, вот такие дела. Че, вам видно меня, нет? Че, молчите? Тичь, блядь. Боже, кичь, я слышно. Ой, не могу вообще. Блядь, нахуй вы хотели, я под одеялом лежу. Хотите, ноги покажу, смотрите. Ну вот, сука, не видно мою ногу и на заднее бедро, у тебя ноги раздуло. Да у меня все раздуло, я же вам говорил, что я здоровый уже, пиздец. Вот вам мои ляшечки. Пиздатые ляшечки. Зачем мне тренить? Я и так, видите, какой красивый. И все сразу, блядь, какие дозы теста, какие дозы теста. Ребята, у меня доза теста ниже, чем у вас, я вам честно говорю. Лысина непропорциональная. Что там за кабачок ты нарисовал? Я их, блядь, не то с ногами, как правильно. Здорово, я как-то мягко сказано. Вы привыкли, что я вам все время, блядь, ебало в камеру тыкаю. Думаете, где там мышцы у этого парня, пусть покажут мышцы. А у этого парня есть немного мышц. Их есть у меня. Это заменше я натурал пока. Я тебе что сказал, подчи сетку, я болею. Я помню, что ты мне сказал. Ягодицы показывай, совсем не ванули, что ли? Рейтинги поднимать будем? Понимаете, звук танцевал. Ну, видимо, на задней камере звук просто лучше. Ну, что мне, блядь, опять направлять телефон в зеркало и снимать вам себя в зеркало, блядь, в труселях, что ли? А, извращенцы вы мои. Че, давайте голосуйте, вам на внешний микрофон или на внутренний, нет? Куда? Алена, давай, говори. Как мне себя снимать? Мне снимать себя в зеркало и ноги вам показывать? Или снимать себя фронтально, вот так вот? Жду ответа. Внешний, внешний, внешний. В зеркало ты более приходишь. Блядь, вы не извращенцы. Ноги. На труселя пришел, ну, смотри, сука. И так, и так красиво. Я в зале все рассмотрел. Блядь, вот вы, конечно, извращенцы, честное слово, вообще кошмар. Ну, вот вам, Натя, чего вам? Давайте, говорите. Ну, зачем ты даешь ребенку слушать вообще то, что я говорю? Я ничего умного не скажу сейчас для ребенка. Не пишите, не пишите, ноги не видно. Алена, перестань. Что за извращение у тебя там? О, ты бейся. Ну, давайте, спрашивайте. Сейчас я вам камеру даже переверну. Сколько инсулина ставишь? Ну, где-то единиц 15 за раз я ставлю. Ковра не хватает. Да, это, блядь, старая очень комната. Это я сейчас, потому что... Короче, не буду вам нихуя объяснять. Ноги, ну да, нормальные ноги. Оля, мне такой фетиш. А что, сейчас звук лучше, что ли, стал? Да, реально. Жена пишет. Таня, я не хотел себя снимать, блядь, в зеркало. Они меня заставили, говорит, ноги покажи, покажи. Вот я им и показываю ноги. Чертовы извращенцы, блядь, все время так и норовят, чтобы я разделся. Слил массу, блядь, а что, похоже, что я ее слил? Ты обкуренный, что ли? Давай заценим твои труселя. Покажи собаку. Собака спит. С прогулки пришла. В наушниках звук одинаковый. Мне тоже кажется, он одинаковый. Зацените, у меня даже бицули делится. Блядь, вы своими комментариями закрываете мою охуенную бицули и мои ноги. Нет, мэр, снимай, блядь. В аренду брал, блядь. Что за тупые вопросы? Надо мне шестой айфон. Во, видали бицульку, смотрите, как делится. Чувствуете, блядь? Вообще жира мало, правда? Ты что, да, в тупом, я не понял. Дико вам никто не покажет, это не за этим трансляция. Почему Павлю представил, если бы интересно. Как слышно, стой, хорошо. О, да, чувствую. Не, серьезно. Пиздели, пиздели, да, про то, что я жирная. Сейчас им ничего, блядь, написать нечего беднягам. Особенно этому пиздику-татуировщику, блядь. Не могу, ржу вообще. Хеллоу, хеллоу. Позирую. А что вам спозировать-то, я даже не знаю, ребята. Да дико не будет здесь, ёптую. Фак, ёптую тебя, не дико. Много ошибок надел, помолвусь употребляешь. Нет, мало. Поешь мороженое. У меня нет мороженого, сэ. Что ты, мажор, но в арену твоя. Ну, таки, блядь, конечно, ёптую. За миллиард рублей, блядь, мое здание. Хуль там спозируй. Да, форма огонь натурезная. Теперь вы понимаете, что значит, блядь, тренировать ноги. А еще мне нравится, когда я, короче, сфоткал, блядь. Скири сфоткал у меня руки на тренировке рук. Какой-то придурок написал. Вот что значит пропускать день ног. Ну, я ж там в длинных шортах везде. Юля, еще одна извращенка, а? Да что же вы сюда, блядь, тебе понабежали? Я уже начинаю бояться женщин, блядь. Чертовы извращенки. Вы что, там тоже тестостерон колете, что ли? А? Встань, ляг. Покажи все. Раком стоял, показал деление бисса бедра. Не, ребят, такого в трансляции не будет. Сплежи коленку-маленьку. Слышите, давайте вы деньги мне, блядь, переводите уже на карту. Вот такие вещи. Всем поделиться трансой срочно. Да, делитесь трансой срочно, пока Валера голый тут. Хочу посмотреть на Кача. Юль, да я не Кача, я просто обычный, жирный, лысый, бородатый мужик. Давай рейтинги, ты составляешь программу за бабки. О, пошли приглашения. Конечно, составляю за бабки. 3000 рублей в личечку мне пиши. Черт. Видишь, ты обозналась, Юля. Не туда зашла. Как относишься к очкам, которые в парнюхе засветились? Да дурачки, блядь, че. Вот видишь, не зря я тут. Да, ты не зря тут. Есть проблемы артроза и так далее. Да, конечно, есть, блядь, все болит. Обычный. Давай бесплатно. Нет, бесплатно, блядь, будут те, кто им другой давать. Я бесплатно не дам. С тобой есть парнуха? Блядь, не нашлось столько денег, чтобы я согласился. Бесплатно на заборе. Все правильно, Алена, молодец. Моя заступница. Где философия? Ну так пиздите, тема будет вам философия. Как-то философия в труселях на кровати, такая она какая-то, блядь, специфичная, вам не кажется? Корень. Из хондропротектора глюкозамин с хондроэтином. Все очень просто. А почему ты в трусах? Потому что я в кровати. Корень. А я не хочу одеваться. Я все время так по квартире хожу. В трусах и в футболке. Здорово, Белгород. А на сцене я даже без футболки, я только в трусах, представляешь, Юля. И там целый зал людей. И я комфортно себя чувствую. Винстол не сломает? Не знаю. Какой самый качественный проект? Прямо я. Короче, ладно, ляжки я вам показал, блядь. Вот вам сейчас еще покажу вот так. Уберите свои комментарии, ляжку не видно, блядь. Вот так, видали? Скриньте. Все, короче. Подрочили, хватит. А вот и я. Все, Юля не будет стоя, будет лежа в кровати под делом. Стабильно, средний тест, высокий лев. Варианты нормы. Блин, анализы не буду рассмотреть, просто так лень. Ты знаешь кого-нибудь, как ты тринется? Ты тринется в лидер спорта? Да, знаю. Просто комменты можно подвинуть в левую пользу. Я так не знал, не умею. Ты расстроил Юлю. Юля, что я должен сделать, чтобы ты меня простила? Можешь бы сказать, извини, Юля. Не расстраивайся. Чем зарабатываешь? Ну, ты же видел только, что позирую вот так вот, блядь, в зеркало. И все сбрасывают бабки мне на карту. Я чувствую, я скоро буду просто, блядь, у вас деньги просить. Вы будете мне переводить деньги. Просто, чтобы посмотреть мою охуенную трансляцию, где я в трусах вам в зеркало позирую. А, классно я придумал, правда? Вообще халява. Даже программу писать не надо. Просто сидишь в трусах. Так. Ну, жена, кстати, следит за нами. Понятно? Так что, если что, пиздюлят. А пиздюлят вас всех. Меня нет. Мне можно. Мне, блядь, порнух лучше посмотреть. Ой, не лучше порнуху. Все вы видели в порнухе. А тут я. Красивый. В красных труселях. Фуру лайков перевозит. Руку от микрофона. Да я не держу руку у микрофона. Пашу Берлина знаю, но не лично. Но кто такой, я знаю, да. По 10 рублей с человеком, и ты миллиардер. Жимовик ты имеешь в виду, да, Паша Берлина? Здорово, Тагил. Тебя в первую очередь. Не понял, о чем там речь. Блядь, что за предложение непристойное. Я не буду сниматься в порнухе. Такой красивый, с бородой. А меня, ну, блядь, хочется верить, что нет. За что меня? У меня такая борода красивая. Я такая няшка. Симпатяшка. И вообще, я все спрятал. Я подъел. Мой хороший знакомый. Понятно. Секта Балерона Балерона. Балерон, это что-то не оттуда. Это не моя тема. Здорово. Как кровать тебе одному? Третя на утяжку. Нет, это я сейчас, я не в этой сейчас комнате, не в этой квартире. Скучно мне там. Да, скучно. Кстати, есть эти мастерицы маникюра, педикюра, массажа, кто у нас тут сидит? Блядь, мне нужна охуенная массажистка. Ты в 2010 году в моей секте? Крутотень вообще. Без волос борода охуенная, наоборот. Все мечтаю, чтобы у меня был охуенный массажист или массажистка. Да. Который тебе не нравится. Нет. Потому что, блядь, хорошего массажиста вообще не найти. Так хочется, пиздец. Все время что-нибудь болит, что надо разминать. Бля, вот знаете, что разочаровывает? Я еще, девочка, блядь, чушкать. Знаете, что разочаровывает? Что, как только я отвернул камеру от зеркала, и вы перестали видеть. Да, я тоже хочу, Тань. Вообще, пипец, как хочу, просто. Но что-то никто не предлагает. У тебя есть пизда-то массажистка? У тебя есть, а у меня-то ее нет. Как только я отвернул камеру от зеркала и перестал им показывать свои голые ляжки, блядь, количество людей, двое, почти покинуло трансляцию. Ростов. Ну, тем более, хоревист Ростов в толку-то. Я думал, ого, как далеко от вас. Точно. Да при чем здесь это? Я говорю, для массажа. Я говорю, можно и массажиста. Олечка пропустила. Ну, не переживай, запись посмотри. Приболел, что ли? Ну, с подключением. Таких. Да. Массаж как часто. Ну, разлика хотя бы три в неделю. Разлика три, говорю, в неделю. Вы подряд спрашиваете друг за другом. А мы тоже. Раз в год. Да-да-да, лучше не парься. Педики были теперь свалить. То есть ты хочешь сказать, что половина была педиков, это же скачет. Говорили, была массажа, почему-то туда не ходит. Потому что, во-первых, ее там нет, во-вторых, она говно массаж делает. Снимаешь? Я говорю, счастлив, 40% подключили. Ну, да, вполне возможно встать. Вполне невозможно. А знаете, что прикольно? О, видите, вот эта жена мне прислала. Это от дочки, от моей. Конфетки, пироженки, сердечки. Согласен, что выгнали Миронову. Мне насрать. Я уже говорил про это свое мнение давно. Одно, я тоже повторить не хочу. Пюра 6 ставит. Сразу, тысяча плюс у меня. Я не понял вообще. День массажа скачки замечать можно? Нет, не надо. Поздравляю быстрее. Спасибо, быстрее, быстрее вот хочу. Поэтому начал тебе очки пить. Я все думаю превратить наши трансляции во что-то более, блядь, интеллектуальное. Но пока не получается. Она и была в принципе херовая массажистка. Ну, хотя бы какая-то была просто. Мне же нужен был массаж. Жена очень красивая. Неплохая. Никакая. Я же думаю, не придет. Я как-то дома сейчас страшно нормально заниматься. Тренируешься скачки спортсменов? Да. А вот спортсмен ног уже не тренирую. С ними, блядь, неинтересно. Они неблагодарные. Женщины, блядь, вообще неблагодарные. Я несколько девушек соревнованиям подготовил, блядь. Потом просто кое-как со скрипом спасибо услышал. При том, что это была, блядь, их лучшая форма вообще за всю жизнь, блядь. После чего, в которой они так никогда и не вошли. Так что, блядь, с бабами все очень сложно. Стримеры в ютюбе, когда я начинаю стримить. Ну, во-первых, блядь, я же спонтанно выхожу пока что сюда. Да, именно тех кобыл, с которыми жал на видео, да. Ну, и еще несколько. Да не важно. Суть в том, что женщины по природе своей сейчас, блядь, какие-то очень, блядь, неблагодарные. Масонов, видишь, блядь. Да и, в принципе, там все понятно, что там веришь, не веришь. Можно верить, а можно знать, блядь. Люди, которые верят, блядь, глупые люди или не верят. Да есть люди, которые знают или не знают. Читать надо больше. Нашли белок, понимаешь, и что делать? Поешь желток. Может желток найдут. Мои ебаные каши. Трансляция там не отваливаться, что нормально, чтобы белок не выходил. Сука, я уже скачиваю сейчас. Я же говорю, интеллектуальные трансляции у нас с вами, ребят. Не кашляй у меня. Легко сказать. Это я еще стараюсь так, знаешь, рот прикрывать и негромко. При болезни тренируешься? Ну, как видишь, нет, при болезни я лежу. Нет, ни гриппа, ни бронхит. Такие трансляции интереснее. Интереснее, чем какие? Чем когда в зале? От массажа, конечно, получается, в мокроту лучше отходить будет. А поскольку массажиста и массажистки никого нету, нихуя никаких массажей логично тоже нету. Блин. В зале тоже замеси было. Ну да, особенно когда ноги, да? Ноги интересные. Любимый сериал? Нет, сериал не смотрю, только фильм смотрю. Хуй пробьет обычный массажист. Не надо мне ничего пробивать, мне нужно разминать. Как часто жмешь на раз или на два? Никогда. Ноги пиздата. Согласен. Чем серьезе трансляции, броня? Сам вчера сказал, как баба молчит по дороге к любимому. А, ну не, ну там-то вообще тупняк. Блин, женские трансляции, хуй угодили. Валера Кочкова не жмет на раз. Вот так вот, да. Жену попроси помять. Ну, она не умеет делать массаж. Она может именно просто помять. Это не очень помогает в случае, если у вас мышцы забиты. Нужен массаж. Ну, как можно научить массажировать? Слушайте. У массажиста должны быть руки сильные. В чем здесь курсы? Руки сильные должны быть. А знаете, что самое прикольное? Вот те люди, которые заскринили мои ноги в зеркало. Будут, короче, выкладывать эти все скрины в группу, которую нельзя называть. И все опять начнут, блядь, писать. Знаете, доебаться же не до чего, да? Ноги охуенные, блядь. Не доебасы. Да что же доебаться? Ммм, он фоткается в трусах. Смотрите, он в зеркало фоткается в трусах. Потом будут думать, блядь, да что же еще доебаться? А, точно, смотрите, там ковер лежит на полу. А потом они подумают, блядь, да чего бы еще доебаться? Ммм, смотрите, там на стене какие-то фотки висят. И вот это вот постоянно. И вот такие, блядь, просто гнилые говнори, блядь. Которые сидят и уже не знают, блядь, как бы все обосрать, блядь. Прям вылавливал бы по одному и просто, блядь, пиздец, мучил бы. Мучил. Что здесь мы взяли? Ах, к вам правило, кто впил, все принимает. Ногами массаж делает, избей ее за это. Под видос спасибо. Пожалуйста. Рыщи на низ. Блин, знаете, почему я руки меняю? Вы помните, да, я вам объяснял, кто не в теме. Валера слишком пиздатый. Ты неправильно пишешь. Какой-то Валера слишком пиздатый. Армарасинг, не смотрю, он неинтересен. Нет, тут все добрые. Это все эгрегоры. Они же эгрегоры. Кровь отходит от рук. Да, тональный синдром ебучий. Так и не прошелся, сука, мразь, ненавижу. Я уже привык, если честно, к нему. Как ты относишься к предтренам? Негативно отношусь, но иногда приходится пить. Но я делаю это исключительно редко. Очень сильно на нервную систему они действуют. Я и так плохо сплю. Почему редко в железном рейтинге бываешь? Я вам открою секрет. В железном рейтинге вообще просто так ничего не бывает. Слушай, я не знаю, Андрей Ильич, ты, видимо, в этом разбираешься. Я не очень понимаю. Насколько я понимаю, это нервы передавливает. Судим Алексееву, без тебя скукота там. Я знаю, меня вообще как где-то нету, блядь, там сразу скукота становится. Так я их расхваливал, потому что, блядь, это довольно-таки сильная, эффективная вещь. Но я продолжаю утверждать, что ей пользоваться регулярно нельзя. И на семинарах на своих я это тоже утверждал. Я ничего не поменяла в своем мнении. Профилактики почек. Я уже как раз говорил об этом сегодня. Брусь вверх. Травка такая, попей. Семью-то родному ведомости дуку Ростовскому. Красавчик, слушай, молодец. Можешь мне в личку написать, буду тебе какие-то вопросы задавать периодически. Вот расскажи мне, что мне делать с твоим ебучим тональным синдромом. Но только не здесь, а в личке, если тебе не сложно. Через постель? Нет. Через кошелек попали. Личка где? Валерий Живухин. Вконтакте. Надо ссылку, наверное, не проставить. Реально, а то некоторые действительно, видимо, меня здесь первый раз видят. Не знают, как меня вконтакте найти, да? Сегодня. Про что говоришь? Да, сегодня я за жизнь, как обычно, какую-то хуйню толкаю. Так и знал, вот жидкий Василий. Не, ну я не говорю, что все программы. Давайте я не буду, короче, ничего говорить. По-разному все бывает в этом мире. Сверху как бы дна. Нет, это кровать. Нет, не так. Это не то ощущение, не про шторы речь. Я вконтакте, у меня может быть и несколько. Смотри, там, где-нибудь под 10 тысяч подписчиков, друзей очень много. Это я. Не те, что про пюртим. Нет, пюртим понятно. Пюртим это проплаченная, естественно, серия роликов. Любая серия роликов имеет, либо проплачивается серия роликов, либо проплачивается реклама, постоянно вылезающая в этих роликах. Ну, все же очевидно. Или какие-то мероприятия, которые так бы просто не были озвучены и анонсированы были, а тут вдруг вокруг них, да, 3 тысячи консультаций, все верно. Красавчик. А тут вдруг вокруг этих мероприятий начинается шумиха. Это делается за деньги. Как и любые, в принципе, блогеры, у которых очень высокая просматриваемость и популярность, берут деньги за то, чтобы снять какой-либо интересный сюжет, например, и разосветить вас, или ваш бизнес, или ваше мероприятие. Так и, ну, это везде так. А чего вы удивляетесь? Я говорю, целый гардероб. Да, у меня футболы пюртим, а каждый день по несколько штук. И костюмы еще у меня два. Так, а так и должно быть. У меня даже шейкеры есть. Стою бы чувствовать. Да я понял, бл***ь, а чего вы? Я не настаиваю, можешь не консультировать меня. Это не проблема. Прогласованные читатели. Пюр, в принципе, неплохая фирма. Пюр, в принципе, хорошая фирма и очень адекватная. И я говорю это не потому, что она платит мне деньги, а потому, что я имел возможность попытаться договориться. Ну, мне предлагали разные фирмы контракты, бл***ь. Я же не просто так подписался с пюром, как вы думаете? В общем, много не знаете. Вы, бл***ь, видите только то, что на поверхности и то, что вам пытаются показать для того, чтобы обосрать, бл***ь, конкурента. Сути вы не знаете и, бл***ь, никогда не узнаете, если вам кто-то целенаправленно ее не выложит. А если выложит, вы подумаете, что он ее выкладывает с целью оправдания. Поэтому ничего объяснять уже смысла нет. Слишком много вокруг этого всего ажиотажа. А почему с гад разорвали контракт? Они нищем роды. У российского представительства денег нет. Ничего толкового предложить они не могут. Нет, почему? Зачем натрий убирать? Я пил, у меня соленые были продукты, и при этом я пил бруссиньер на подготовке. Ты можешь просто уменьшить количество натрия в таком случае. Главное пить много жидкости. А ты знаешь, как у Мирона в блоге всплыли плесневелые печеньки? А не печеньки, точнее, а шоколадки. Не знаешь. А знаешь, чьи подачи? Не знаешь. А знаешь, почему вокруг этого всего развели такой шум? Не знаешь. Вот и все. И еще один момент. Если бы ты был блогером, у тебя была бы возможность взять какой-то сюжет, и на этом сюжете сделать себе охуевший пиар. Ты бы сделал это или нет? Я тебе скажу за тебя. Ты бы сделал. Потому что тебе были бы нужны просмотры, тебе нужен был бы скандал, тебе нужен был бы сраный ажиотаж. Я уже говорил. Все очень просто. Люди, блядь, ведутся на говно и на скандалы. Люди не ведутся на хорошее и на что-то доброе. В том числе мои ролики. Спасибо вам за то, что вы посмотрели и такое количество комментариев написали в Ютюбе и под тем, что я рассказывал вам про батончики. Вы принесли мне неплохую сумму денежки. Потому что чем больше просмотров видеоролика, тем больше денежки на него копает. Вы просто, блядь, ребята, иногда не соображаете. Это я про хейтеров. Нет смысла качаться каждый день. Семью нет. Не думал видео снимать, не горю желанием. Вообще не вижу смысла делать ажиотаж, что ли, ну, какую-то популярность вокруг членов семьи, родственников и так далее. Зачем? Зачем кому-то показывать там маму, что-то там снимать, жену, дочку, папу, я не знаю. Я считаю, что достаточно того, что вокруг меня идет обсуждение. Потому что, когда начинают обсуждать родных и близких, начинаешь очень сильно переживать и нервничать. Ну, зачем? Ну, надо. Больше лайков вы кого ставите. Ну, это охуенно важно. Я думаю, просто пиздец. Когда увидим тебя в игроке на ютюбе? После праздников увидите. Я вам показал сейчас в зеркало. Видите, какой я охуенный. Опять, наверное, в Москву не собираешься. Нет, я же говорю, собираюсь. В Москве я буду довольно скоро. Поздравлю, выздоравливаю. Почему не предложишь сотрудничество с таким большим фирмой? Пойдем оттуда. Ребята, вы, блядь, какие вы чудаки. Не предлагает спортсмен сотрудничество в фирме. Фирма предлагает сотрудничество в спортсмену. Фирма, которая заинтересована. Вот вы как себе представляете, блядь, футболистам, блядь. Они предлагают тебя клубом, они говорят, привет, здравствуйте, я играю в Тереке. А вы не хотите взять меня в Реал Мадрид? Они говорят, не, спасибо, братан, не хотим. Здравствуйте, я играю в Спартаке. А вы не хотите взять меня в Барселону? Слушай, давай-ка приезжаем и посмотрим. Действительно, посмотрим, как ты играешь. Может быть, ты пригодишься в Барселоне? Что за тупизм, блядь. Организация выбирает того человека, который ей интересен. А не человек выбирает, сука, организацию. Это не трудоустройство на работу. Бля, пиздец. Какие тупые вопросы. Ну, правда, не обижайтесь. Ну, почему вы так тупите? Да, они за это сами ли, блядь, я их говорю? Это дом ру ебучий. Держи лайки, не бомби. Да я не бомблю. Я, блядь, хочу, чтобы, сука, вы соображали, блядь. Понимаете? Я работаю над тем, чтобы вы становились умнее. Секреты. Я слишком охуенен, именно поэтому у меня контракт с пюром, а у других, блядь, контракт с пюром, блядь, за упаковку протеинов. Лекции по экономике легко, блядь. Могу лекции по пиару проводить, блядь. У меня по этому высшее образование. Я до хуя об этом знаю. Ну, известно, кому-то иметь контракт. Вот и спрашиваю. Ну, ребят, ну, возможно, вы никогда этого и не узнаете. Возможно, вам это и не надо. Я же не знаю, как там обстоят дела у вас на работе. Какой наградой гордился? Горжусь Кубком Прогресса, который дали мне в 2015 году в Краснодаре. Я считаю, что, блядь, он охуя на мной заслужен. Нет, накачаю Дельно Трапеции. Я вам скажу честно, мне еще в 2007-м вручали Кубок Прогресса, но я тогда уехал из УДМ. Вызывали, вызывали, а меня не было, блядь, тогда. Вызывали представителей, никаких представителей не было. В итоге за 2007-й год Кубок Прогресса, после того, когда меня не было, передали еще кому-то, какому-то другому спортсмену. Не знаю, какому. До спонсоров, как справляться финансово на спорт и семью, блядь, никак. Рисковать. Либо тратить на это все свои бабки, либо не тратить. Фурусимид вообще не советую, исключительно опасная вещь. Да, которая упала на палец, Олечка. Палец, кстати, до сих пор не зажил. Ноготь перебил матрицу себе, в итоге у меня ноготь теперь посерединке, там такая ложбинка. Вот так вот. Что лучше качать с ногами? Да ты можешь что-то еще с ногами качать? Отвечаю, значит, ты не умеешь качать ноги. Никак не справляться, я же говорю, рисковать. Либо тратить все бабки, пытаться вырасти до уровня, чтобы тебя заметили, что в 90% не сработает, и тебя никто не заметил. Либо не рисковать и не превращать свой спорт из любительского в профессиональность, ты не уверен в том, что он в таковой превратится. Сломал его. Да, блядь, пальцы на ногах, очень много народу ломается. А там я не палец ломал, а перебил очень сильный. Мой город мечты. Я, блядь, хочу в Голджим в Майами. Ну и, соответственно, Майами. Я хочу туда, где тепло, охуенная погода, блядь. Есть тренажерные залы в море, океан, блядь. Не знаю, там океан. Охуенный пляж, блядь. И хороший уровень жизни. А есть ли спонсор? И какая-то уверенность завтрашнего дня, они постоянно пиздаст курсы новую. Что нужно, чтобы заметили? Нужно что-то из себя представлять. Подумай логически. Возьми спонсоров, которых ты хочешь, чтобы у тебя потенциально они были спонсорами. Да, знаю, у меня переводчик-синхронист. Специальность была вторая. Я ее не закончил, но английский у меня с детства. Я в мене на нем разговариваю. Я не мечтатель, я реалист. Я знаю, чем не надо. Наоборот. Блядь, вот это вот не надо меня спрашивать. В политику я вбегаться не буду. В пиздец наибалого рота. А если ты романтик, почитай. О, шо. Как заебали с этим, о, шо. Когда мужики постят цитаты о, шо, мне хочется их убить. На связи мне надо ехать. Давай, покажешь с ним. Который Фридрих. Ну, ты знаешь еще других? Да, Фридрих? Есть видео, в котором следишь постоянно. Нет. Расскажи мне. Нет, что-то анекдоты по поводу не приходят. Никакие. Сейчас что-нибудь придет в голову, расскажу. По поводу микро-наушников говорить. У меня наушников нету, пацаны. Я бы попробовал. Беграми тебя впечатляет. Да, охуенно впечатляет. Ему не хватает глубины мышц вверху. А так, блядь, будет просто пиздец. Выгодна общего развития. Энциклопедия. Захуерь какую-нибудь. Сдаю философию. Это пизда, Валер, как сдать. Слушай, я философию сдавал очень просто, блядь. Я приходил и начинал слабоблудить, блядь. Все, что в голову приходило. У меня получалось. Опять какой вес. Не скажу я, какой вес. Опять литература, блин. А мне нравилась философия. Прикольная тема. Я все время на последней парте сидел с пацанами. И девчонки там сидели у нас. И мы все время там какой-то трэш устраивали. Мне понравился экзамен. Я думаю, что если бы у тебя была там высшая математика, какая-нибудь тригонометрия, блядь, тебе бы не понравился экзамен намного больше. Классик физик. Как ты говоришь, видишь, говорит. Мне не интересуют классики и физики, ребят. Ну, вообще не интересуют. Я не слежу за ними. Весна, планеты, Краснодар. Не знаю пока. Если только как зритель. Как сам, например. Клубы на плече, пересорим менялся. Студентом, образе, например, без воды. Нет, я не расскажу вам методику, как я сгоняю воду. А то глядишь, и кто-нибудь еще научится ее сгонять. Леха Лисуков, например. Студентом, который уже работал тренером. Когда студентов, да, я уже тогда работал. А бикини. А бикини вообще неинтересно. Ну, что там смотреть. Флэкс Льюис. Меня больше Бразерс интересует, чем бикини. Вот Бразерс я смотрю регулярно. Флэкс Льюис тебя пищает. Он классный, да. Он упорный товарищ. Я видел его прогресс, какой он был. И какой он сейчас стал. Это просто супер нереально. Но данные все там видны с самого начала. Моему микрофону пизда. А Пьера Вудмана. Ну, я понял о ком ты. Не, я Бразерс смотрю. Бразерс и бикини, сэм, щит. Нет, ты знаешь, в Бразерс тёлке получше. Чем занимался 7 лет без качалочки. Ну, 7 лет без качалочки я не был. С 12-го года начал опять тренироваться. Ну, мимо дебил, на какой спорт смотришь? Я, блядь, не смотрю никакой спорт. Что делать, если прыщи лезут? Гормоналку проверять? А как тебе Кай Грин? Кай Грин охуенный. Но он заебал своими этими. Блядь, очень много рекламы у Кай Грин. Просто пиздец. Он заспамил всё своим динамиком уже просто, блядь. 5 лет без качалочки. Бизнесом занимался. Пытался стать самостоятельным. Фил или Кай. Не тот, не другой, если честно. Декстер Джексон больше нравится. Что думаешь про пузо Кая? Блядь, а что ты думаешь про руки и ноги Кая? Не, понимаешь, что его фирма. Просто если вот вы, ребят, знаете, если вы заглянёте в Инстаграм, например, Кая Грин, то вы увидите там, кроме рекламы, больше ничего. Стал самостоятельным уже давно, да? Да дело не в том, чтобы он в работу заебал. Здесь ни при чём. Вообще, блядь. Ну, слишком дохуя реклама. Ну, вы видели где-нибудь, чтобы я, блядь, в своих видеороликах всё время ходил и рекламировал вам банки? Наденьте, блядь, съешьте эту банку, съешьте эту банку. Нет, съешьте эту банку, нет, съешьте эту банку. У нас у некоторых очень известных личностей стала, блядь, проглядывать эту хуйню, когда в каждом ролике, блядь, баночку показывают. Блядь, ну что это такое? Это уже пиздец, а не реклама просто. Ну, ладно, ты в форме ходишь, я понимаю, там, да? В заставку видеороличат. Ну, когда она... А, блядь, Улисс Джуниор Младший, блядь. Ну, это вам не смешно? Вот вы, блядь, говорите, что... Да ладно, не пизди, батончики, блядь. Один раз я вам снял ролик, в котором рассказал суть. Где их, блядь, рекламировал? Уже бесит, если честно. Берешь Улисс Джуниор Младший, посмотрите, у нее на почти на всех фотках везде, блядь, стоит сумка Шреддз и какая-то футболочка или полотенчик. У нее там, блядь, по контракту прописано, что она должна быть в каждом кадре. И она у нее в каждом кадре. Вас-то не выбешивает, нет, блядь? Вот Шреддз и все, блядь, в каждом ролике. Да пошел ты нахуй, днегрилы, ебаный-то в рот. У меня реклама в меру, да. Единственное, что вы видите, это то, что я в футболках. Вы видите, что у меня везде на заднем плане, блядь, куча продукции, блядь, фирмы, которые мой спонзор. Или вы видите, блядь, или слышите, чтобы я все время говорил, что я ем эту продукцию, от нее я расту. Или еще что-нибудь такое. Нет, правильно? Так так и должно быть, потому что, блядь, как бы ты представляешь фирму, но ты не являешься, блядь, ее нахуй рекламным агентом, блядь. Что за маразм, блядь? Откройте других наших блогеров, у которых есть контракты, блядь, с фирмой-производителями Спортпита. Я не буду по именам называть. И вы увидите, как, блядь, у них проглядывает эта реклама столько, блядь, и просто через край. Я не боюсь потерять, потому что, блядь, у меня уже все подхвачено. Я уже говорил, что я употребляю, но кроме этого, у меня целый магазин Спортпита, я себе на год отложил товаров, которые мне необходимы. Спасибо. У кого нет контракта, те просто злые, потому что у них его нету. Типа того, да, все правильно говоришь. Бигмен 2. Как тебе Генетик Лап? Никак. Генетик Лап и Генетик Лап. Не, не все злые. Злые, как правило, люди, у которых нихуя не получается. Когда им очень хочется, у них нихуя не получается. Вот они начинают всех срать. Для этого и существуют вот эти группы, в которых они, блядь, все время всех говном обкладывают. Потому что они обкладывают говном, да? Вы заметили, блядь, когда у них было 15 тысяч подписчиков, у них в группе не было рекламы. И они всех, блядь, обкладывали говном. И фирмы говном. И спортсменов говном. И бикинисток говном. И все кругом говно, да? Блядь, стало 30 тысяч подписчиков. Выросли лайки, репосты и комментируемость. Глядишь, уже пошла рекламка гармончика какого-то. Уже пошла рекламка того, рекламка всего, блядь. Вот и все. Вот и вся суть, блядь. Люди пиздят, что им деньги не нужны, что они неподкупаемые. Подкупаемые, а потом, блядь, продаются, нахуй, за 30 тысяч рублей в месяц, блядь. Понимаете? Вот и весь смех. Я за 30 тысяч рублей, блядь, не продался бы ни под какие пряники вообще, понимаете? Деньги должны быть достойными. Если, блядь, 30 тысяч рублей, там уже реклама гонится, блядь, по полной программе. Сейчас скажет кто-нибудь, у тебя же в Угарке идет, блядь, реклама. Вся реклама, которая идет в Угарке, проходит через нашего старшего администратора, блядь. Деньги делятся на админа в группу Угарка. Этих денег я вообще не вижу. Можете спросить админа Угарки. Он вам это подтвердит. Единственное, что я делаю, я контролирую эту рекламу, чтобы говно не порстили. В юниорах осенью, ну ты напомнишь, не запомнил, к сожалению, если будет такая возможность. Если буду в Москве в этот момент. Буду регулярно видео делать на ютюбе, конечно. Так а что делать, дело само. Заниматься рекламой Угарки у меня нет времени на это, поверьте. И желаний нет. Договариваться с каким-то рекламодателем, там какие-то эти переводы, блядь, по 800, по 1000 рублей проверять, постить это. Админы для этого там и сидят. Они какую-то денежку с этого зарабатывают. И группой занимаются. И идет регулярный постинг. Ну а что вы еще хотите? В смысле, сам себя поддаешь, получается? Я себя уже давно продал. Ой, для учебы я сейчас ничего не подскажу, сейчас же все так изменилось, блядь, сейчас куча электронных гаджетов, когда я учился, такого не было. Спасибо за боль, я тебя никому потеряла. Соль была, блядь. Ну, ребят, не переживайте, мы кое-что я поменяю, но не сейчас, чуть позже. Соль пропала, да, я согласен. Ну, это вещь исправимая. Контент в группе постится тот, который необходимо постить. Все соответствует требованиям аудитории. Я не знаю, жим 14 лет, 70 килограмм на 6 раз нормальный или нет. Марьяна жмет 150, а есть те, которые пустой гриф не поднимают. Все относительно. К Квильдарчику, да, очень скучаю, если честно. Я иногда вспоминаю, очень печально, блядь, все это просто пиздец. Тестостероним было интересно. Ты с группой можешь помочь? В каком плане? Ну, админов у меня достаточно, если ты предлагаешь просто поадминить. Мне каждый день эти предложения скидывают. Ну, у меня есть стабильный список админов. Аксиметалл он нравится. Если качественный, то да. С чего начинал открытие первого магазина? С того, чтобы я взял деньги, нахуй потратил их за компаспорт бита. Не вздумывай забивать на школу, закончится все это очень плохо. В 16 лет ты не в состоянии понять, насколько это перспективно, если у вас в этом способ вообще какой-то. Сначала нужно, блядь, элементарно и получить необходимые, блядь, навыки и образование. В 16 лет ты нести в жопу, чтобы начинать, блядь, какую-то сферу карьеры, блядь. А в спорте, бодибилдинге никогда в 16 лет ты не раскроешься и в 18 тоже. Это глупо. Это может быть только хобби и дополнительным источником, в которые ты свое время тратишь и что-то вкладываешь. Приносить это ничего тебе не будет очень долго. А может и никогда. Тебе это не слышно? А сейчас он в тураху был, если вы ничего говорите. Да не обязательно даже в тураху, даже не в тураху, все равно. Сразу же не поймешь. Пожалуйста, надеюсь, что блядь обломок.